Так, все, мы начали. Добрый вечер. Мы с вами продолжаем книгу Шмуэля, как всегда, с молитвой сердца. И мы помним, мы оставили с вами Давида и Йонатана, который привязался к Давиду. Мы видели с вами непростую ситуацию, в которую попал Давид. Он должен выйти против филистинлян и убивать их по поручению Шауля и, более того, отрезать у них крайние плоти. Он исполняет приказ Шауля, может быть, наверняка не с легким сердцем. И Шауль собирается отдать за него замуж дочь свою Мираб. Мы помним, что он это решил сделать для того, чтобы показать, что Давид не во имя Всевышнего вышел против Гольят, а он вышел потому, что была обещана царская дочь в жены. То есть все основные мысли Шауля с какого-то времени занимает Давид. И желание представить его другим и, может быть, себя убедить в том, что Давид человек испорченный, он замышляет нечто злое, нечто дурное против Шауля. Его задача Шауля поймать, подловить как-то Давида. И вот филистимляне, когда он отрежет крайние плоти, они бы с ним налезли Давида. И все это действительно так и происходит. Но Давид Всевышний охраняет Давида. И вот Юнатан привязался к Давиду. А Шауль в тот момент, когда его охватывает дурной дух, мы помним, он бросает копье в Давида. И Давид оказывается в труднейшей ситуации. С одной стороны, он не может оставаться при Шауле. С другой стороны, убежать и скрыться, это стать преступником, человеком, который убежал от царя, ушел от царя без его разрешения. Мы посмотрим с вами, что происходит дальше, что происходит в 19 главе. Сейчас я попытаюсь открыть 19 главу, прежде всего. Надеюсь, что так ее видно. И 19 глава начинается с того, что Шауль обращается к Юнатану, сыну своему, и приказывает убить Давида. А Юнатан, естественно, он привязан к Давиду. И Юнатан сообщает Давиду, что отец решил его убить. А ты осерегайся, пожалуйста, этим утром и сиди в укрытии и спрячься. А я выйду и встану рядом с отцом моим в поле, там, где ты прячешься. Я заговорю о тебе с отцом моим. То есть Юнатан делает отчаянную попытку, полагает, что Шауль обладел горной дух. И что-то еще можно исправить, можно как-то повлиять на отца, открыть какие-то стороны хорошие Давида. И тот как бы прозреет, у Юнатана остаются такие надежды. И вот он приглашает Давида, что он спрятался рядом. Потом, если отец проявит какую-то благожелательность Давиду, Давид сможет выйти из укрытия, они обнимутся. Все вернутся на свои места, все будет хорошо. Так планирует Юнатан. И говорил Юнатан Шаулю, отцу своему, о Давиде, хороший, и сказал ему, да не согрешит царь против слуги его, против Давида, потому что не согрешил он против тебя, и потому что дела его хороши для тебя очень, и положил он душу свою, на ладонь свое, это выражение, как бы взял свою душу в ладонь свою и поразил Плештим, выходил против Плештим с риском для своей жизни, и сделал Бог спасение великое всему Израилю. Отец должен обратить внимание на то, что Всевышний с Давидом приносит спасение через него, да, и затем, зачем тебе грешить, пролив кровь невинную, убив Давида ни за что. И прислушался Шауль голоса Натаны, и поклялся Шауль, жив Бог, и перед его лицом обещаю, что не будет убить. Действительно оказалось, что мы видим Шауля в таком состоянии человека, которого не оставил здравый ум, не оставил рассудок, он может рассуждать, он может видеть вещи в их истинном свете до тех пор, пока им не обладевает дурной дух, то есть пока он не чувствует ущербность от того, что Божественное присутствие оставило его. Это ощущение у него появляется в основном в тот момент, когда он видит Давида, когда он видит его достоинства, и мы, как мы помним, в прошлый раз он бросал копьев Давида, именно в тот момент, когда Давид играл перед ним на, скажем, Марфе, на кеноре, бросил копьев Давида дважды, потому что когда Шауль был расположен Давиду, музыка Давида успокаивала его, а когда Шауль утратил это расположение к Давиду, наоборот, музыка Давида стала раздражать его. Что будет теперь? Представляется, что здравый рассудок, здравый ум вернулся к Шаулю, посмотрим, что происходит дальше. И идет война, и вышел Давид и Иоанн с Плештим, и нанес им большое поражение, и побежали от него. Мы видим, что противостояние с Плештим постоянно, Плештим не хотят отказаться от своей власти над Иудой, и понимают, что если Иуда уврочится как царство, они попадут в зависимость от Иуды. И был дух дурной всесильного на Шауле, а он в доме своем сидит и копье свое держит в руке, а Давид играет, перебирая струнной рукой. Мы видим та же самая ситуация. Давид вроде должен вернуть к нему божественный дух к Шаулю, и Шауль должен успокоиться, но мы понимаем, мы видим, что с того момента, как есть раздражение против Давида, наоборот, музыка Давида не успокаивает, раздражает Шауля. Здесь мы можем вспомнить замечание рабе Нахмана, похожее, может быть, не прямо относящиеся сюда, но которое может нам что-то прояснить косвенным образом. Раби Нахман, в общем-то, начинает свои Торы, если так можно сказать. Ликутей Мааран, книга Раби Нахмана, она разбита на такие части, которые называются, каждый из частей называется Тора. Тора первая, Тора вторая, условно говоря, и Тору первую Раби Нахман начинает с того, что не следует слушать музыку в исполнении плохого человека. Что такое плохой человек, можно не вдаваться в подробности, взять это как нечто общее, но мы понимаем из этого замечания, что музыка – это не такой простой момент. Недаром песни исполняли на музыкальных инструментах, играли в храме во время принесения жертвоприношения. Песнь считается, что она может поднять и возвысить человека до пророческого уровня. В слове «песня» «шир» есть те же буквы, что и в слове «ешар», «прямой», то есть возникает прямая связь со Всевышним, то есть человек поднимается на пророческий уровень. Те песни, о которых говорится в Торе и в Пророках, это действительно возвышенное пророческое такое состояние, в отличие от хвалебных гимнов, которые человек говорит от разума, а не от сердца, а не от души. И вот в связи со всем этим мы понимаем, что игра Давида в музыкальном инструменте имеет сильнейшее воздействие на Шауля и должно быть положительное воздействие. Но как у всякого потенциала, у него есть возможность повлиять и в хорошую сторону, и в плохую, и во многом, зависит от воспринимающего, зависит от того, как Шауль воспринимает игру Давида. Мы видим, что повторяется то же самое. Именно когда начинает играть Давид, вместо успокоения к Шаулю приходит раздражение. И хотел Шауль ударить копьем Давида, чтобы оно вошло в стену, и устранился Давид от Шауля, и ударил копьем в стену, а Давид убежал и скрылся в ту ночь. Если в предыдущие разы говорится, что Давид увернулся от удара, а здесь он случайно устранился. И опять же, Шауль должен был бы увидеть действие божественного проведения совершенно явное, но он не видит, он совершенно охвачен этим дурным духом, который возник из-за того, что божественное присутствие оставляет его, а ремность, вот как бы занимая это простое, пустое место, это вакуум, который остается после божественного присутствия. Если так можно сказать, он как раз и вводит Шауля в такое состояние. Да, и отправил Шауль посланца в дом Давида. Мы увидим, что то, что Шауль находился на пророческом уровне, то, что у него был пророческий опыт, играет очень большую роль в дальнейшем повествовании. Но в данный момент Давид уклонился от удара, случайно совсем, а Шауль вместо того, чтобы успокоиться, вместо того, чтобы понять, что Бог с Давидом, он посылает в дом Давида, чтобы стерегли его и убили его утром. И сказала Давиду Михаль, жена его, говоря, если ты не убежишь, спасая свою душу этой ночью, завтра ты будешь убит. Давид собирается оставаться в доме, ему некуда идти, он и не хочет быть беглецом, который убегает от царя. Но Михаль, который знает своего отца или как дочь, чувствует своего отца очень хорошо, говорит ему, что у него нет другого выхода, он должен бежать. В 59-м псалме проведена молитва, которую произносит Давид, прежде чем отправиться в путь бежать ночью из своего и дома, и уйти с китания. Он говорит так. Спаси меня от врагов моих, Бог мой, от встающих на меня, защити меня. Спаси меня от творящих несправедливость и от людей, проливающих кровь, избавь меня. Ибо вот подстерегают они душу мою, собираются на меня жестокие, и не за преступление мое, и не за грех мой. И возвращаются вечером, ворчат, как пес, и кружат в городе. А я воспевать буду силу твою и ускорять с утра милость твою, ибо был ты оплотом мне и убежищем в день бедствия твоего. То, что происходит, Давид, конечно, не может осмыслить, почему на него обрушиваются эти бедствия, почему, как он раньше был человеком, которого не принятым в обществе, так и сейчас его преследуют. Он не может это понять, но он говорит Всевышнему, что моя вера остается прежней, остается крепкой. Я к тебе обращаюсь, я знаю свою невиновность. И можно было бы сказать, что, ну вот, почему Всевышний меня так делает, почему делает Всевышний меня, я знаю свою невиновность, почему меня он преследует, почему он меня не защитит, но Давид говорит, да, силу твою восхвалять с утра милость твою, ибо был ты оплотом мне и убежищем в день бедствия моего. Давид понимает, что если даже он попал в, скажем, незаслуженно положение преследуемого, то только Всевышний спасает его. И в этом, опять же, проявляется необычайная сила, сила души Давида, его привязанность ко Всевышнему. И спустила Михаль Давида через окно, и пошел он, и убежал и скрылся, и взяла Михаль, и сделала чучело, и положила на кровать, и подушку, и сквозь шкуры положила в изголовье, и покрыла одеялом, и отправила Шауль посланцев взять Давида, и сказала она, болен он. И отправил Шауль посланцев, тогда если они возвращаются, говорят, что дочь говорит, что он болен, Шауль отправляет опять посланцев, и говорит, чтобы они сказали Михаль, что ничего с ним не сделал, только посмотрят, убедятся, что он болен. Но, естественно, желание Шаули и приказ, который он отдает воинам, это схватить Давида. Велелим при этом, принесите его на кровати ко мне, чтобы убить, чтобы убить его. Он не хочет убивать Давида в его доме, потом причинам, естественно, Михаль, его дочь, это жена Давида, и потом он хочет сделать вид, что он не без суда и следствия убил его, что расследовали дело, поэтому он говорит, принесите его ко мне, чтобы убить его в решение. Приговор уже вынесен заранее, без суда и следствия. На, и пришли посланцы, и вот чучу его на кровати, и шкура козья в изголовье ее. И сказал Шауль Михаль, почему ты так обманула меня, и отослала врага моего, и скрылся он. И сказал Михаль Шауль, он сказал мне, отпусти меня, зачем мне убивать тебя? Михаль, нечего делать, она в безвыходной ситуации, конечно, она хотела спасти Давида, и делала это не из-за угрозы для своей жизни, которой не было, и ничего подобного Давид ей не говорил. Но как она теперь выйдет из положения, как она уйдет от гнева отца, который может кончиться чем угодно, тем, что он ее убьет, то, что он ее... Что ей делать? Она говорит, что Давид угрожал ей. Это еще раз убеждает, как убеждает Шауля, что Давид человек, человек недостойный, хитрый, который не пожалеет свою жену, убьет ее, если та не исполнит его приказание, не захочет спасти его, ослуживается его, он ее убьет. И образ, как бы, Давида становится в глазах Шауля еще более, так сказать, черным, темным. А Давид убежал из спасти и пришел к Шмуэлю. И вот здесь один из величайших моментов нашей истории, который, как бы, проглочен между строк. Давид бежит. Куда ему бежать? Он идет к Шмуэлю. И понятно, с каким вопросом он приходит к Шмуэлю. Ты меня помазал на царство. Я понимаю, что я был помазан скрыто, что должно еще прийти время, что должно произойти много событий. Ну, посмотри, что происходит. Мне же просто некуда деться. Ты, пророк, объясни мне. Моя вера во Всевышнего непоколебима, как мы видели из молитвы Давида, из его псалма. Вера во Всевышнего непоколебима. Но, тем не менее, я должен понимать, что дальше. Вот куда теперь? Пришел он к Шмуэлю в Раму. Мы помним, что Рама находится на сибири от Иерушалаима. И поведал там, где сегодня могила Шмуэля. И поведал ему все, что сделал ему Шауль. Пересказывает Шмуэлю все, с чем он столкнулся. И пошел он, и Шмуэль, и сидели в Найот. Найот – это место недалеко от Рамы, в Раме, дом Шмуэля. А в Найот находится школа пророков. Там его ученики. Шмуэль не прекращает свою деятельность, как деятельность пророка. Мы видели, что и помазав на царство Шауля, он обходил все города Израиля. А здесь, оставив Шауля, он остается учителем, у которого есть большое число учеников. Остается человеком столь высокой духовности, что его дух может влиять, не может, а влияет на весь народ, возвышает весь народ. У Шмуэля нет и не может быть обиды на сыновей Израиля. Есть огорчение, что его отвергли. Есть огорчение, что он остался непонятым, что сыновья Израиля не поднялись на тот уровень, на который они должны были подняться, чтобы понять такого пророка. Но он продолжает делать все возможное для народа Израиля. И вот у него масса учеников, большое число учеников в Найот, в Раме, в его доме они не помещаются. И вот туда они приходят. И говорят, Медраж говорит, что чем занимались Шмуэль и Давид в Найот, они всю ночь сидели и обсуждали, пытались выяснить, где должен быть построен храм. Дело в том, что через Шмуэля был передан так называемый Мгилат Амикдаш, свиток храма. То есть это, можно сказать, пророческая книга, которая, к сожалению, до нас не дошла в таком чистом виде. Однако, то, что она была и существовала, и в ней были проработаны все детали храма, полученные как пророчества, мы видим это потому, как впоследствии царь Шламов построил храм. Напомню, что Давид начал строить храм, если представить себе, как царь Шламов построил храм, можно представить себе, что в свитке храма были проработаны все детали. Сейчас я попробую поднять для вас картинку. Так, секунду. Так. Мы видим картинку с вами, нет? Нет, не видим. Не видим. Секунду тогда, одну секунду. Одну секунду делаем так. И еще раз, еще одна попытка. Вот я надеюсь, что мы сейчас видим с вами картинку, да? Да, видно. Стараюсь ее увеличить. Увеличить. И куда же она у меня делась, когда я ее увеличиваю? Не совсем понимаю. Ну, мы так скажем, да? Здесь, как бы, художник Смехов, наш с вами соотечественник, изобразил для Макхона Мехдаш, для института храма, и изобразил, может быть, несколько схематически, как могла происходить встреча между Шмуэлем и Давидом. Мы видим, что перед Шмуэлем, по всей видимости, в красной мантии Давид, в голубой. Они сидят за свитком, перед ними карта, потому что, кроме схемы храма, нужно определить то место, где будет стоять храм. Мы видим макет храма, который, может быть, Шмуэль изготовил заранее. Детали здесь не важны, можно сказать, что не могло быть макета, можно сказать, что не могло быть такой подробной карты, которую мы можем представить себе. Все это не важно. Важно представить себе обстановку темной ночью, вдвоем, пророк и будущий царь, они обсуждают детали храма и, главное, пытаются определить то место, где должен стоять храм. Мы знаем, что Давид сразу же выбрал Иерушалай, как только стал царем. Он знал, что там, в Иерушалайме, должен стоять храм. Он, может быть, примерно знал и место, где должен стоять храм. Но если он это знал, то только потому, что они вместе с Шмуэлем определили это место. Сейчас я попытаюсь поднять еще одну, поднять текст псалма, который нам расскажет с вами, как они искали это место храма. Так, вот, еще раз мы делаем так и так. И вот, я надеюсь, что текст псалма перед вами, правильно? Да, это 130 столов, ставил второй псалом, я его взял на еврите в надежде, что мы с вами вместе. И 130 столов, второй псалом – это песня ступеней. Песня ступеней, песня поднятия, можно сказать. Те 15 песни и ступеней, которые, как мы помним, пели левиты, стоя на ступенях, разделяющие дворы храма. Песня поднятия, вспомни, Бог Давиду, все его страдания. Вспомни все его страдания. Какие страдания? Что он поклялся, да, или я поклялся, ну, он здесь говорит в третьем лице про себя, Давид, что он поклялся Богу, дал недр обещание Ле-Абир-Яаков мощному, мощному Яакову. Так он называет Всевышнего. Можно представить себе почему, но немножко позже, если у нас получится. Если я приду в шатер дома моего, если я поднимусь на кровать мою, на простынь кровати моей, то есть это форма клятвы, как мы понимаем, да, что, по-русски надо было ему сказать, не приду я под шатер дома моего, под кров, как сказать, под крышу дома моего, скажем, наверное, да, не лягу на постель, не лягу на простыне, не буду спать, да, не дам своим глазам уснуть, не дам своим векам сомкнуться в дреме, пока не найду место для Бога, да, место для Бога Мишкинот-Ле-Абир-Яаков, место пребывания мощного, мощного Якова. Здесь можно представить себе, что, как бы, Давид, если так можно сказать, хочет исправить в какой-то степени, в какой-то степени хочет исправить ошибку Якова, если так можно сказать, мы помним, что Яков, он спал на месте храма, он не заметил, что он находится на месте храма, и только во сне Всевышний объяснил ему, что он спит на месте храма, да, когда Давид обращается к Всевышнему, называя его Абир-Яаков, мощный Якова, говоря, как бы, тем самым говоря, что я проявлю силу, я проявлю мощь, да, я не буду спать, да, не буду спать, я должен, как бы, сознательно, наяву найти место, найти место храма во сне, увидеть его, и наяву – это разные вещи, да, но если бы увидеть наяву – это принять, принять, осознать то божественное присутствие, который находится на этом месте, и ко Всевышнему Давид обращается, как Абир-Яаков, мощный Якова, мощь Якова, да, то есть тот, кто поможет мне не заснуть, поможет мне воспринять наяву это, воспринять наяву это место, где соединяется небо с землей. Вот мы слышали о нем, говорит Давид, и мы понимаем, о чем он говорит. Он говорит, что он сидел вместе со Шмуэлем, с пророком Шмуэлем, и мы слышали, что храм должен стоять в Ифрате, в Ифрате, в Ифрате, да, а нашли его в Сдеяре, нашли его на пустом месте. Мы думали, что он имеет, что он имеет в виду, Давид, что дом должен стоять в Ифрате. Мы помним, что Ифратом называется Бейт-Лехим, город Бейт-Лехим. Недалеко от Ифрата есть источник, есть источник, который называется и там. Ну, понимается, в книге Яошуа, как граница между коленом Иуды и Бениамина, да, но этот источник около Ифрата, Давид думал, что там должен стоять храм, ведь храм должен быть там, где, как он полагал, там, где источник, там, где вода поднимается снизу, как бы символизируя стремление сердца людей ко Всевишнему. Кроме того, есть и практический момент, в храме должна быть вода. Как в храм доставлять воду? Пусть, конечно, ему надо было бы стоять там, где источник, да, и поэтому у источника и там, недалеко от Ифрата, Давид сначала предполагал, что там должен быть храм, и обсуждал это вместе со Шмуэлем. Сейчас мы попробуем с вами посмотреть, еще раз поднимем с вами, поднимем с вами иллюстрации и попробуем с вами посмотреть, где же, где же у нас, секунду, 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 еще раз, еще одно усилие, вот, и здесь мы с вами видим место, которое недалеко, недалеко от Бейтлехима, совсем вплотную к Бейтлехиму, сейчас оно, к сожалению, выглядит не так, арабы застроили там полностью все, как бы, дома вокруг этого исторического места. Этот бассейн называется Бриход Шламо, Бриход Шламо, как сказать, бассейны Шламо, но к Шламо не имеет никакого отношения, это просто название, эти бассейны были построены в свое время царем Иродом, как часть системы водоснабжения Рушалайма. Ирод взял воду с иудейских гор, где много источников, и привел ее в Рушалайм, потому что все системы, которые были построены до его водоснабжения, их не хватало для того количества людей, которые приходили во второй храм, но это как бы нам по ходу дела, а то, что нам важно, что недалеко от этих Бриход Шламо, недалеко от так называемых бассейнов Шламо, находится источник и там, который упоминается и в книге Ажуа, и который по традиции известен как место, которое Давид сначала думал, что там будет построен, там будет построен храм. Теперь мы вернемся к псалму, посмотрим еще несколько строк из него. И дальше продолжим. Наволомешкин утап, придем к месту, где должна быть пребывать Шхенаебу, и поклонимся месту подножия, его как бы месту подножия его в том смысле, что царь сидит, как бы царь сидит на троне, а подножия его ног, и он сидит на троне, который, скажем, на небесах есть, так можно сказать, подножия ног его, ноги его стоят на земле. Это место храма, которое соединяет небо и землю, духовный материальный мир. И здесь он говорит строчки из Торы. Встань, Бог, или встань, Бог, на место покоя твоего, ты и ковчег союза твоего, ковчег силы твоей. Мы понимаем, что Давид говорит о том, что как только он найдет место, где должен стоять храм, он тут же перенесет туда ковчег завета. И дальше строчка. Строчка очень важная, может быть, упомянем ее. «Ради Давида, слуги твоего, не отворачивай, или, скажем, не отворачивай лица, или, ну да, не отворачивай лица, и заставляй Машеха твоего, царя твоего, помазанного, отвернуться». Давид говорит о том, что кто бы ни построил храм, храм в дальнейшем, он будет построен в заслугу Давида. Даже если ему не удастся построить храм, как он вот находится сейчас в таком состоянии, когда он, так сказать, в бегах, у Шмуэля, если ему не удастся построить храм, храм в любом случае будет построен в его заслугу. И вот мы можем представить себе с вами такую волнующую ночь, когда Давид сидит вместе с Шмуэлем, а мы посмотрим с вами, что происходит, что происходит дальше. И было сказано Шаулю, вот Давид в наёд, в раме, Давид пожаловался Шмуэлю, но дальше они всю ночь занимаются храмом, не обсуждают ни политические вопросы, ни что делать, ни что предпринять против Шауля, а обсуждают храм. Тоже нужно представить себя человек в таком положении, и он обсуждает храм, потому что не знает, придется ему когда-нибудь встретиться еще с пророком Шмуэлем, сейчас, в этот момент, нужно обсудить, где будет стоять храм. А в это время Шаулю говорят, что Давид в наёд, в раме. Мы помним, что у Шауля пообсюду с обедатой, и обравил Шауль посланцев, чтобы взять Давида, и увидел группу пророков, которые пророчествуют, а Шмуэль стоит, наставляя их, и был на посланцах Шауля дух всесильного, и стали пророчествовать они тоже. Шауль идет вместе с посланцами, но он остается в стороне, посланцы идут вперед для того, чтобы схватить Давида, вряд ли они собираются схватить Шмуэля, да, и тут происходит, как мы с вами представляем, да, нас пред глазами доказательства того, что дух пророчества, он сильнее, чем царская власть, чем власть человека, дух, который Всевышний дает пророку, который не сходит на пророка, он, скажем, ну, условно говоря, так, в миллион раз сильнее царской власти, он способен покорить всех, опустившись на человека, способен подчинить его волю, как правило, Всевышний не делает этого, он не сгибает, как бы, человека, на человека, человеку всегда дается то, что он способен воспринять, но здесь, в этом случае, видим, что с Шмуэлем происходит много исключительных случаев, исключительных чудес, это также исключительное чудо, когда Всевышний, Дух Всевышнего сгибает человека, берет, как бы, в руки его, в руки его волю, и они начинают пророчествовать против своей, против своей воли. Мы не знаем, что они говорят, что они пророчествуют, эти пророки, это не так важно, важно, что они поднимаются до пророческого уровня, и, хотя обычному пророка остается свобода выбора, здесь у них не остается свобода выбора, здесь у них не остается свобода выбора, они полностью подчинены воле божественного Духа, полностью подчинены воле Шмуэля, через которого проходит божественный Дух. И сказали Шаулю, и отправил он других посланцев, и они также стали пророчествовать, и добавил Шаулю, а правил третьих посланцев, они также стали пророчествовать. Мы видим здесь, что Шауль оказался человеком, который мог бы стать царем, у него были, то, что от него требовалось, это понять место пророка, и свое место, и понять, что царь полностью подчинен пророку, что он должен исполнять его слово. Царь может выйти на войну, царь может воевать, царь может поднимать экономию, царь может судить, устанавливать моральные нормы, но он не может идти против воли пророка, как только он пытается это сделать, он тут же потерпит неудачу. Это то, что Шауль должен был понять сам, то, что должны были понять все сыновья Израиля, к сожалению, это не было понято, и Давид просто в такой форме, может быть, и я бы сказал, Всевышний в такой форме, может быть, не очень принятный, показывает сыновьям Израиля, что такое пророк, и что такое царь, что такое божественные дух, и что такое человек. И вошел он так же в раму, и дошел до большой ямы, которая всверху, и спросил, и сказал, где Шмуэль и Давид, и сказал ему, вот нает в раме. Шауль идет сам, после того, как третьи посланцы не справились, он идет сам для того, чтобы найти Шмуэля и Давида, и пошел туда в нает в раме, и был также на нем дух всесильного, и он шел себе и пророчествовал, пока не пришел нает в раму. Всевышний берет полностью в руки душу Шауля, лишает его свободы выбора, он и Всевышний его ведет, он пророчествует, он не видит окружающей местности, он доходит до Найот, и только там он может понять, где он находится, но он еще не пришел к себе Шауль, он находится во власти Божественного Духа, и снял он тоже одежды свои и пророчествовал, да, Цуприма, другие комментаторы говорят, что речь идет о царских одеждах, он не то, что разделся полностью, это не нужно было никому, он снял одежды свои царские прошлое, что он тоже перед Шмуэлем, то есть, дело кончается тем, что Всевышний показывает, что его царская власть это лишь атрибуты царской власти, это лишь одежды, которые не имеют никакого значения по сравнению с пророческим духом, и лежал он обнаженный, то есть, без царских одежды, весь тот день и всю ту ночь, и поэтому говорят, неужели Шауль среди пророков, здесь есть некоторая такая ирония, которая нехарактерна иногда для пророческих текстов, для некоторых пророков, особенно, скажем, для Иеремияву, пророка Иеремияву, дай Бог доберемся, посмотрим с вами, да, мы с вами помним, что когда Шауль пророчествовал, когда он был избран, помазан Шмуэлем, и еще не было известно, что он будет царем, он пророчествовал, да, и люди говорят, неужели Шмуэль, неужели Шауль в пророках, неужели Шауль в пророках, имеем в виду, что Шауль не был никогда известен как пророк, и не был, его отец не был пророком, и он никогда не был среди учеников пророков, и вдруг на него снизошел пророческий дух, и это свидетельствует о какой-то его высоте неожиданно для других людей, есть у него духовная высота, у этого человека, который казался простым человеком, простым человеком праведным, но простым человеком вдруг оказывается, что у него есть такая высота, пророческая высота, а здесь та же самая фраза, она звучит естественно по-другому, Шауль, царь, неужели и он подвластен неужели он подвластен тому духу, который пребывает на Шмуэле, и который опускается на его учеников, неужели он ничего не может с этим сделать, неужели он ничего не может с этим поделать, и вот такой иронией кончается 19 глава. Сейчас я остановлюсь и пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мы можем с вами постараться обсудить. Разве можно спросить? Да, конечно, пожалуйста. Скажите, я правильно понял, что до битвы начал строить храм, просто я нигде об этом раньше не не слышал, только знаешь, что он заготовил золото, серебро и так далее, а что строит храм, я как-то нигде этого не слышал, я неправильно понял. Я не думаю, что это так принципиально важно, но если сдаваться подробностей, то Давиду было запрещено строить храм, но он решил, что он может построить фундамент, он действительно построил фундамент, он приготовил площадь храмной горы, горы Мурья, и Шламо уже начал с возведения стен, фундамент был готов, то, что вы говорите, то, что он приготовил золото и серебро и многие материалы, которые необходимы были для храма, это совершенно верно. Кроме того, можем представить себе, что он и заложил фундамент, хотя стены, то есть он дошел до того момента, который считал, что он допустимый для него сделать, стены уже не мог возводить, потому что ему было запрещено построить храм. Спасибо. Розе, вопрос. Пожалуйста. Вышнего дурной на Шкауле, как его интерпретировать? Как его интерпретировать? Вы совершенно правы, что интерпретировать его очень трудно. Самое как бы наиболее приемлемое объяснение я нашел у Мальбима и, скажем, я вам говорил о нем, что можно представить себе, что, скажем, человек, у которого есть пророческий опыт, он человек, скажем, другой, он постоянно живет, в ожидании пророчества. Ему постоянно не хватает этого пророчества. Если как бы пророчество оставляет его полностью, он знает, что оно не вернется к нему, то состояние ему очень тяжелое. Мы можем представить это себе пророку Йона. Про Йона говорится, что он убегает, он не хочет исполнять Слово Вседышнему, и он убегает, садится на корабль, потому что на море, как он читает, вне земли Израиля, пророчество не придет к нему. И он спускается в трюм и засыпает там. Ему жизнь совершенно безразлична, он даже не хочет себя спасать, когда корабль тонет, он не хочет спасать себя, чем человек, который лишился пророчества, его состояние очень тяжелое, тем более у Шауля, от которого отошел Божественный Дух, и отошел Божественный Дух, никакой специально дурной Дух ему не посылался, но просто его состояние очень тяжелое, состояние депрессивное, он постоянно ищет причину, он понимает, что его постигла неудача, духовная неудача, мы видим, что он не готов сказать себе, что да, я сделал что-то неправильное, что я отошел от пророка, отошел от Шмуэля, он оставил меня, он не готов это себе сказать, он ищет причины, он ищет причины своих неудач в комнате вокруг себя, прежде всего в Давиде, и это описывается как дурной Дух, то есть депрессивное состояние человека, у которого был пророческий опыт, который знает, что такое пророчество, знает, что такое духовный мир, и вот он теперь понимает, что духовность отошла от него, ему очень тяжело, состояние его депрессивное, и он не в состоянии мыслить здраво, не в состоянии мыслить здраво, когда Давид начинает играть, когда Давид начинает играть, он смотрит на него, и вырисовывается какой-то образ какого-то злодея, у него все внутри в душевский поэт, то есть примерно как-то так можно представить дурной дух специально, дурной дух Всевышний не посылал на Шауля, это не то, что он послал Шауль дурной дух, просто как бы недостаток божественного духа, отход божественного духа от Шауля, он и сам по себе как бы определил вот этот дурной дух, его состояние депрессивное, в котором он находится, это примерно описание Мальбима, есть другие описания, что скажем, я не хочу как бы их развертать, потому что мне кажется, что они более далекими от реальности, другие. Равзеев, такой вопрос, из описания создается впечатление, что без всякой подготовки люди в те времена могли начать пророчествовать, вот этот случай исключительный или действительно во время народ был на такой высоте, что пророчество давалось легко и просто? Давалось и пророчество легко и просто. То, что вы верно отметили, скажем, что время Шмуэля, оно время особое. Мы понимаем, что это пророк такой силы, которого не было ни до него, ни после него. Его сравнивают, недаром его сравнивают и с Маше, и Аароном вместе. В нем было что-то от силы, и от того, и от другого пророка невероятной силы. мы представляем себе, что когда среди народа есть пророк, то весь народ возвышается. Весь народ возвышается, происходит воздействие как бы на весь народ. Так же, когда стоит храм, мир другой, он более ближе к духовному. Храм стоит обязательно, есть пророчество, есть приближение Всевышнего к народу. Вот оно проходит через каких-то людей, а все другие тоже возвышаются. Поэтому в трактате Псахим говорится, что если сыновья Израиля не пророки, то они дети пророков. Есть что-то. Это всегда так. Во времена Шмуэля это что-то необычное. Пророки появляются, есть ученики у Шмуэля множество учеников, как мы видим, мы встретили его. Мы видели, что он идет с учениками, которые поднимаются на высоту вместе с ним. Теперь мы видим на йод у него много учеников. И они действительно пророчествуют, если так можно сказать, его силой. Он вернул силу пророчества. После эпохи судей, как мы говорили, сила пророчества отошла от сыновей Израиля. Он привел народ Израиля к раскаянию, удалил его поклонство и сделал возможным приближение Божественного Духа ко всем сыновьям Израиля. Как бы через него ко всем сыновьям Израиля. Это не значит, что каждый становился пророком. Мы видим, что были люди далекие от пророчества, которые не искали пророчества. Это зависит от склада характера человека. Но были люди, которые искали пророчества, и они учились с пророчеством. Просто у Шауля, у Шмуэля, как вы сказали, это шло гораздо легче под его влиянием, под его действием. Это шло гораздо легче. То, что посланные Шаулем воины, которые не были готовы совершенно к пророчеству, и которые не собирались пророчествовать, не было пророчественного опыта раньше, они начинают пророчествовать. Это важно только по одному. Это Всевышний показывает, что сила человека физическая, она ничего не стоит перед духовной силой. Только для этого. Это необычное явление, исключительное, потому что человек должен быть как-то готов к пророчеству. Он должен хотеть этого пророчества. Он должен быть связан с пророком. Он должен учиться. Он должен что-то для этого делать. Можно представить себе, как пророки достигали пророчественного уровня. И через игру на музыкальных инструментах, и через медитацию, и через понимание, постижение имен Всевышнего. Они входили в такой пророческий уровень. Ни в коем случае не в транс, но приближаясь к духовному миру. Это все было. И вы совершенно верно отметили, что то, что происходит в своем шауле, это нечто другое. Это просто Всевышний показывает, что абсурдность применения силы против пророка. Возможно, что это не было всегда. Мы видим, что в дальнейшем был пророк, которого убили. и царь преследовал пророков и убивал. Это все было. сейчас, когда есть такой сильнейший пророк, Всевышний показывает, что в принципе дух гораздо сильнее, чем физическая сила. Это как бы та картина, которую мы должны извлечь, тот урок, который мы должны извлечь из этой главы. Давид же выкупил место, то есть он выкупил храмовую гору, он точно знал, да, место и заложил там. Мы об этом будем говорить в дальнейшем. Мы увидим, что место храма Давид определил чудом. Еще немного мы подойдем к этому моменту становления царства Давида в Хевроне, захват Ирушалаем и перевоз Ковчега в Ирушалаем и там мы увидим, что место храма он не знает. Он определяет его чудом, да, а потом в конце жизни как бы он место храма определил, но он еще не знает место жертвенника, да, место жертвенника это там, где Авраам поднял исхака на жертвенника, он его не знает. В самом конце жизни он строит жертвенник, на который спускается огонь с неба. Давид это человек, для которого спустился огонь с неба, мы должны забывать об этом, когда мы определяем к нему претензии, к нему скажем, недостаткам, ошибкам и так далее, в конечном итоге это человек, ради которого огонь спустился с небес, ради него одного, когда народ не был достойным, в пустыне ради всего народа, то здесь только ради Давида. что-то хочется сейчас спросить? Хотелось бы обратить внимание, что текст, который бы казалось написан как конспект, текст очень сухой, он вдруг раскрывается, когда мы берем с вами Медрашин, когда мы берем устную Тору, все это вдруг начинает обретать какую-то, так сказать, объемность. К сожалению, в Израиле и среди людей, которые занимаются Танахом, распространена такая школа, так скажем, течения, сейчас меньше, но в принципе тоже осталось и до сегодняшнего дня, называется Беговый Ина, и мучить Танах как бы на уровне глаз, выражение на иврите достойно вот я смотрю на текст и я понимаю этот текст и я не обязан соотноситься с Медрашин, я не обязан соотноситься с Гемарой, я не обязан соотноситься с комментаторами, я смотрю на текст и я понимаю из него и самого этого текста я достраиваю там где надо я первом Медраша, там где надо я его переделываю, совершенно пагубная школа, ужасная, которая ничего не дает, зачем этот нужен текст без всей нашей традиции, ведь фактически за текстом так же как за Торой скрывается устная Тора, Тора идущая, тянущаяся от Маше за пророческим текстом, скрывается традиция, которая тянется от пророков, как я могу понять этот текст сам, ну как, вот я смотрю, ну да, вот я решил, вот из исторической обстановки, что это должно было быть так, ну и что, что это дает, масса ошибок, масса не, как бы даже не знания того же текста, что будет дальше, вот это пагубное очень такое поветрие, я бы сказал, называющееся быговой на уровне глаз, вот мы с вами как бы совершенно не в этой системе, не в этом плане, не дай бог, мы видим, что мы стараемся придерживаться источников и как раз сделать так, чтобы источники дополняли и высвечивали текст, как бы, что-то хочется еще спросить, окей, если нет больше вопросов, мы тогда с вами остановимся, хорошо, потому что еще до конца не прошел у меня голос, хотя, пожалуйста, если есть вопрос, я готов ответить. Радзи, с большим уважением и с пожеланием Рафуаш-Лима, чтобы вы поскорее полностью восстановились и не было проблем никаких. Чтобы все были здоровы, этой короны, продолжаем гулять среди нас, чтобы всех Бог хранил, чтобы все были здоровы. Амэн. Ладно, Бог хранил. Рафуаш, я просто, честно, у меня есть вот как бы мысль, которая вертится в голове, но мне кажется, вы ее, кажется, раскроете чуть-чуть дальше по тексту, потому что, ну вот, лично, это мое личное ощущение, что после такого колоссального проявления божественной воли, когда просто Всевышний подчинил, да, и окружение, самого Шауля и самого Шауля вот себе, себе он сделал их своими устами. И как после этого вообще можно идти против воли Всевышнего? Могу только сказать одну. Человек это, человек это загадка, понимаете, мы много, много листов исписано, напечатано, которые занимаются Богом, да, и гораздо меньше листов посвящено человеку. Человек гораздо больше загадкой, чем Всевышний. Как он принимает решение, когда кажется, что уже все очевидно? Как он идет против воли Всевышнего? Трудно, трудно себе просто, трудно представить. Я постараюсь, как бы, может быть, что-то еще представить вместе с вами из образа Шауля, но единственное, что можно сказать, что человека, его свобода выбора, она не ограничена совершенно, просто совершенно неограничена, и что у него происходило, и чтобы ему какие бы обстоятельства во Всевышний не ставил, человек делает свой выбор так, как он его делает. Паравзеев, только в догоночку, простите, я тоже время экономя, получается, что то, что Всевышний проявил такой акт, это особое почтение к Шаулю, на самом деле, он же не просто так, ну, кого попало, вот, нет? Наверное, наверное, но прежде всего это для всего, для всего народа. Мы помним, что ошибка народа, что они отвергли пророка, и избрали царя из плоти и крови, и Всевышний сделал, как бы, если так можно сказать, все возможное для того, чтобы царь был успешен, и теперь у него конфликт с пророком, и Всевышний показывает всему народу, прежде всего всему народу, что там с Шаулем, что происходит с его душой, он как бы возвращает себе какой-то духовный уровень, или нет, это другое дело. Но главное, весь народ должен понять, что сделать вывод, что идти можно только за пророком, только за божественным словом. И это как бы тот урок, который следовало бы извлечь. То, что касается сегодняшнего дня, вы часто спрашиваете, всегда, по крайней мере, тот спрашивает, а какое отношение имеет это к нашему времени. Самое прямое и непосредственное. Самое прямое и непосредственное. Нам следует, я не говорю изучать Тору, это само как бы собой понятно, нам следует изучать пророков и делать непосредственные выводы для сегодняшнего дня, понимая, что пророческое слово, пророческий дух, он действует постоянно, звучит постоянно, он на все времена. И нам нужно понять, что нам следует идти за пророками, что наш движение за политиками, за рациональным мышлением. Сейчас мы сделаем это, сейчас мы сделаем это, сейчас мы создадим Палестинское государство не успокоится, нужно всегда спросить себя, что по этому поводу говорят пророки, что бы они сказали, вот пророк сейчас бы стоял среди нас, а это почти так, как он стоит среди нас, мы все сказали, они перестали говорить, когда все было сказано уже, что бы пророк сказал по этому поводу, это должно быть наше мышление, не скажем, не рациональное соображение политиков, не политическая игра, это единственная возможность продолжать народу существование, свое существование на Святой Земле. Большое спасибо. Хорошо, давайте мы с вами остановимся, вот, я не знаю, у кого сейчас в руках запись, Натан? Да, я с вами, все нормально. нет, 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 нет,